Всегда между чем-то таким вот кольцом дорогим или какой-нибудь драгоценностью выбирай путешествие, если есть такой выбор у тебя, что предпочесть. В путешествиях ты меняешься. Кольцом будет украшать твой палец, будет радовать тебя, не спорю. Но эмоции, которые ты получишь во время этой недельной поездки, ну я так скромно беру, да, неделя, так люди обычно ездят, ты получишь другие эмоции, которые тебя поменяют на всю твою жизнь. А если таких поездок у тебя будет каждые полгода, а если раз в месяц, не обязательно ездить в отпуск за границу, иногда мы живем в стране, которой не следовали. Есть по стране. Делайте такие вот подарки друг для друга, какие-то путешествия, посещение каких-то, что вас интересуют, выставки, какие-нибудь мероприятия в плане стендапа, концерты. Вот такие эмоции, вот они запоминающиеся на всю жизнь. Да, варитесь, а если вам не столь важны побрякухи или выделяете какой-то бюджет домашний в сторону, откладываете какую-то сумму денег на подобные мероприятия, и тогда вам будет не тяжело оторвать кусок от бюджета, когда вы будете по чуть-чуть, потихонечку откладывать каждый со своего кармана на эти нужды. Не набирайте эту технику, которая будет стоять и пылиться, и которой вы будете пользоваться, дай Бог, если раз в жизни. Самая вкусная еда это свежеприготовленная, а не которую нужно подогревать несколько раз. И, на мой взгляд, прибежать домой быстренько пожарить стейк или овощи, также в этот момент быстро приготовить на пару или в духовке, или как вы любите. И это отличный ужин, быстрый, полезный, также рыба готовится, всё быстренько, салатик какой-то, классно, свеженькое всегда всё. И, ну, распределить вот этот рацион, сделать стейки, заготовку эту сделать на выходных или как вам удобно, и всё. И, ну, хочется тебе что-то там, вазание или так далее, что-то готовить. Планируй это всё делать в выходной день. Всё. И не будет мозгодерства, не будет нервотрёпки. Плюс по бюджету это будет выгоднее. Ты посмотришь потом, чем заказывать, допустим, те же пиццы или какую-то хавку домой, которая за бешеные деньги. Когда ты идёшь домой, допустим, не хочешь готовить, да? Делай свою доставку. Делай это редко. Не делай это из этого, как многие чуть ли не каждый день заказывают себе еду какую-либо. Не надо. Дорого и лучше самому для себя готовить. Своими ручками для себя любимого. Вкуснятинку. Ты ешь это с удовольствием. У тебя настроение меняется. Ты не так рад этой еде, которая приходит по доставке, потому что... Тому, как ты рад своей еде. Особенно, если это получается вкусно. А это должно получаться вкусно, если ты на кухне для себя любимого готовишь. А не бегаешь в этот момент, смотришь сериалы. Они тебе не нужны. Вообще, то, что тебе отнимает время бесполезное, такое, как сериалы. Контенты, ролики, шорты. Это всё пустая трата времени. Когда вы освободитесь от этих ненужных тратов времени и станете больше выделять на что-то полезное, вы поймёте, что у вас времени будет. Становитесь интересными самим себе и вы станете интересными окружающим людям. Не завидуйте другим. Это очень плохо. И не обсуждайте других. Это тоже очень плохо. Я такой же человек, как и вы. Мне тоже это иногда хочется сделать. И иногда это делаю. Но я себя ловлю на этой мысли и торможу, когда может посыпаться уже агрессия. Знаете, такое бывает. Усоливание прошлого одно и то же по кругу. Останавливайте это. Переключайте оппонента на что-то другое. Не дерзко это обрывайте грубо. А переключайте на что-то другое, на что-то более позитивное. Спросите что-нибудь. Спросите о ком-нибудь. Переключите его негатив. Згладьте эти углы. Бывает такое, что человек приходит раздражительный, расстроенный чем-то. И он не из-за вас, а из-за чего-то другого. Но это накопленное раздражение может вылиться в окрессию на обсуждение кого-то или чего-то. И в итоге вы даже можете поругаться. Потому что оппонент на это настроен. А если вы его энергетику в этот момент измените, что-то положительное, и она выльется на что-то положительное, то это негатив сгладится в его душе. И вы уже вернётесь на более позитивную ноту, и ваш разговор закончится на позитивной ноте. И вы себе не дадите настроение испортить, загрязнить вашу кармочку. И оппонента вырулите в его настроение. Он после вас пойдёт в хорошем настроении. И заниматься чем-то... Не знаю, даже спать ляжет уже в гармонии. Потому что от вас получил заряд позитива вместо того, чтобы развить этот негатив и вылить его в деструктив какой-то для вас обоих. Мм? Мм. Класс. Вот такая точка зрения у меня. Согласна ли ты или нет? Пиши в комментариях. Пообсуждаю.